Валерий Курасов, Редактор субтитров А.Семкин Валерий Курасов, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Валерий Курасов, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А это не классовый характер государства. А какого класса было государство? Ну, если и монархия, они характерны для какой эпохи? Монархия характерна для феодализма или для капитализма? А при капитализме они больше такой носят музейный характер, как наличие королевы Елизаветы в Великобритании. Страна у нас была феодальной. А капитализм у нас был? Был. Не в начальной. Начальная стадия капитализма у нас была в XIX веке. А к концу XIX века у нас уже в деревне были А. Батраки, то есть наёмные рабочие, сельскохозяйственные. Б. Кулаки, то есть капиталисты. И середняки, то есть мелкие буржуа. Понятие мелкого буржуа означает мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть не тот, кто что-то производит для себя. Это патриархальное хозяйство. Я вырастил огурчики, сам и съел. Или вас пригласил. Баночки открыли и поели. А вот если я произвожу на продажу, то я, кто я такой, и своим трудом, своим трудом произвожу. Я мелкий буржуа. Вот вчера я прочитал газету, опять Дмитрий Анатольевич говорит, надо поддержать мелкий бизнес. Вот скажите, пожалуйста, при капитализме какой капитал более прогрессивный? Крупный или мелкий? Мелкий, более прогрессивный? Там же конкуренция идёт. Вот если у меня в 300 раз больше капитал, чем у вас, кто выиграет, вы или я? Ну а что вас поддерживать? Это только деньги тратить. Наши взять, с вас взять деньги и поддерживать тех, кого всё равно разорят. Вот сколько было разговоров про этих самых, про фермеров. Ну что, у нас фермеров много. Денег высыпано из государственной казны немерено. На поддержку этих самых фермеров. Выжили только коллективные, крупные, сельскохозяйственные производства. В промышленности постоянный разговор, только и слышишь. Поддержим мелкий, средний бизнес. Как вы думаете, сколько процентов ВВП выпускается на государственных предприятиях? На государственных, то есть на крупных государственных предприятиях. Но это не значит, что там 100% государственный капитал. Там, скажем, 50% плюс одна акция. Сколько? 70% 70% После всех приватизаций. После всего. Но это другое дело, что это коллективная собственность Класса капиталистов, но крупная. Ну, как вы думаете, если подводную лодку построить, Сколько строит лодку подводную? Вот у нас Адмиралтейское объединение, Оно выпускает подводные лодки. Разные. Сейчас дизельные, а раньше ещё и атомные выпускал. Или в Красное Суормово, Которое выпускало охотники За американскими подводными лодками Барракуда. Ну, сколько лет строят лодку? Вот у меня были слушатели Из конструкторского бюро Малахит, Которое занимается разработкой этих подводных лодок. Говорит, Михаил Васильевич, Мы 10 лет нужно, чтобы построить современную лодку. 10 лет. А что такое 10 лет? Вы ничего не получите за это. Ну, вы же понимаете, что вы строите, 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 строите. Что вы получите? Это когда вы сдадите её, Но вы все умрёте тогда с голоду, Если вас не будут финансировать 10 лет подряд. Кто это может делать? Только либо государственное предприятие, Либо очень крупная компания. Такая, которая имеет достаточный капитал. А что могут сделать мелкие? Как что? Поднять цену из вас, содрать. Кто сжёг людей больше всего? В какие компании? Вот этот мелкий и средний бизнес. Когда сгорали в разных садах. То хромая лошадь, То в Кемерово сожгли людей. А где этот самый бизнесмен? Бизнесменка там в Австралии живёт. Это её. Она там выплатила всеми умерших, И не пострадала. Какую-то сумму. Зачем ей нужно тратить деньги на пожарную охрану, На то, чтобы, скажем, Дети были на первом этаже, А не на последнем. Чтобы они сразу не сгорели. Когда можно потом заплатить? Или зачем покупать старые самолёты у Китая? Чтобы они до падения летали у нас. В Соединённых Штатах Америки Полтора года используют самолёты И продают китайцам. За полтора года. Вы представляете, в каких средах Самолёт летает? Это же не автомобиль. Вот вы, наверное, знаете, что автомобилисты Через 3-4 года начинают менять уже. Почему? Всё хорошо. А так и смазывать надо. Там и масло менять. А тут Чуть-чуть, а там посыпется уже. А там такая вибрация, Такие температуры. Взлетает тут, может быть, 30 градусов плюс. Туда улетает, там минус 50. И всё находится в постоянном напряжении. Спрашивают. Вот генерал Лебедь упал с вертолётом. Скажут, почему он упал? Потому что вертолёту 38 лет. Вертолёт, который 38 лет летает, Упасть может в любой момент. И какой срок у нас Вот этих самолётов, на которые вы сядете? Я как-то на Ту-134 летел последний раз. Сейчас уже их не видно. Захожу вот сейчас с трапа, И там, значит, смотрю, все гаечки-то болтаются уже. И винтики. Думаю, долечу-недолечу. Эксперимент. Старая, старая техника, старая. Так вот, Китай потом продаёт. Китай пять лет летает на американских самолётов. Продаёт кому? В Россию. У нас Боинги закупают. Своё производство замечательное. У нас же вот наши самолёты, Приспособленные к нашим аэродромам, Они могли сесть в случае, Ну вот Ан, например, Если оба двигателя выключены. Но это называется планер же. У него вот это вот, Если взять самолёт без мотора. Мотора, планер. И сел. А сейчас. А вот эти самые Боинги, А у них низкая посадка крыльев. Они на наши эти вот такие аэродромы. Если вы не попали на вот этот тот аэродром, Куда вы летели, А пытаетесь сесть там на шоссе, Или ещё на какой-нибудь аэродром, Даже военный. Всё. Вот. То есть, Крупный, Есть такой закон концентрации И централизации капитала. Написан он, В капитале о нём написано. И объяснено, Что вот укропнение, Что крупный бизнес побивает мало. Это пустые, Это пустая трата денег. Тем более, Вы, наверное, знаете, Что говорят одно, А делают прямо противоположное. Вот у нас были ларьки в Ленинграде. Видели? Стояли у каждой станции, У каждой остановки трамвая. Выходишь, И тут же сразу можешь купить. И дешевле. Почему? Дешевле, Потому что аренду они большие не платили. Это всё-таки павильончики, На которых нет больших затрат. Дорогая Валентина Ивановна наша, Когда она была у нас губернатором, Она сказала, Давайте это всё. И всё болгарками распилили. Объяснили, Что они вот если ближе, Чем 5 метров от остановки, Распилить. И распилили всё. Сначала померили, А потом сделали закон, Что вот, Расли ближе, То распилили. И распилили. Ну, мелкий бизнес, Вот я понимаю, Что мы говорим, И вы его не поддерживаете. Зачем его уничтожать-то? А недавно в Москве, Вы раньше приезжаешь в Москву, Там пробираешься около метро, Там везде всё-таки, Да ларьки, Все ларьки, Особенно там, Где станция Пушкинская, Там пробираешься, Всё и в подземелье везде ларьки. Потом в один парень. Но им всё-всё выделили землю, Всё в документах обозначено, Что это значит по закону, Всё они, Развивается мелкий бизнес. Потом раз, И все в ход. Приехали с бульдозерами, С эскаваторами, И поддержали мелкий бизнес. И заверли. Поэтому, Так, Казьма Порцкова говорил, Если на клетке слона Написана надпись Буйвол, Не вери глазам своим. Если сейчас товарищ, Председатель правительства, Объясняет нам, Что надо поддержать мелкий бизнес, Ну, говорит, Надо его поддержать, Потому что сейчас бы его топить. Ну, что-то оставить же надо на развод. А как поддержать мелкий бизнес? Можно я скажу? Цены поднять на всё. И он опять, Даже в плохих условиях, Они снова доходно становятся, В плохих условиях, Без машин, Без техники, Без всего, На коленке. Опять вот. Про монополии. В книге «Империализм как высшая стадия капитализма» Ленин рассказывает, Что когда Монополии получают Всеобщее господство, Они передавили конкурентов, Они после этого, Раз конкурентов нет, А до этого как? Вот если я хочу у вас выиграть, Вот вы продаёте, А я, Вот у меня и моложе, И красивее, А пирожки будут покупать у меня. Знаете почему? У меня они На 15 копеек дешевле. А вы раз и снизили, А я ещё снизил, А вы ещё снизили, А я ещё снизил, И вы разорились. А вот тогда пирожочки Это сделал. Вот такой цены. И, Так сказать, Монопольный рост цен. Но если Монополии Поднимают цены, То снова Вручную Тоже можно Что-то произвести И продать. Поэтому Этот мелкий, Этот бизнес Растёт как бы Грибы поганки В самой монопольной экономике. А никакой роли Они в экономике Серьёзной Не играют. Поэтому говорят, Не надо кошмарить бизнес. А бизнес надо кошмарить, Или нас бизнес кошмарит. Вы не видели по телевидению, Как вот заходит комиссив. Теперь говорят, Не надо только проверять. И проверяет. И видит, Что делает с курами. Зелёные куры В хлорке полощат, Они становятся белыми, Промывают под краном Полиэтилен. И бабушкам дёшево продают. Бабушки всё равно же умирают. Я что-нибудь рассказываю не то? Так и есть. Но уж сколько народу Просто сожгли. Что значит хромая лошадь? Из названия ясно, Только они не знали, Что сгоревшая лошадь будет. И так делается, Чтобы люди не выбрались никуда. Или вы знаете, Сколько раз в Ленинграде уже Люди пожгли себе лёгкие, Которые ходили в аквапарке. Что такое аквапарк? Вода, которая хлорирует. Да сколько хлорки туда насыпать? Да сколько там сыпьте, Чтобы не заболели. Но они не заболеют. Микробы все подохли, Часть людей подохла. Потому что нельзя же столько хлорки сыпать. Ожог лёгких – страшное дело. Или затянуло кого-нибудь в трубу, Он там нырнул туда и так далее. Но это общий, так сказать, процесс. Так вот, в результате этого процесса, Развития капитализма, У нас появились уже к началу 20 века В России крупные монополии. И в целом страна была капиталистическая. И стояли мы на каком месте в мире К 17-му году? На пятом. И вот некоторые люди продолжают По старинке говорить, Отсталая Россия. От кого? Это пятое место. Это отсталые линии? Вот раз, два, три, четыре, вот пятое. Если у меня пятое место, Я протестую, что если бы меня Назвали отсталые. Пятое место. Если пятое с конца, это отсталые. Но пятое сначала, это же, Ну, понятно, не призовое. Первое, второе, третье призовые, Четвёртое, пятое – это вот. То есть она самым слабым звеном была. Это да. В цепи империализма. Слабым звеном. Видите разницу? А для того, чтобы быть слабым звеном, Надо быть достаточно развитым. Потому что слабые, То есть готовы уже к революции, К другому переходу, К другой строй. И вот, А как отличить? Вот у нас вроде царь был, Помещики, У них все земли, А никто у них земли не отобрал. Поэтому феодальный класс После освобождения крестьян Силу потерял или силу имел? Во что они превратили? В землевладельцев. Правильно? Вот эти землевладельцы, Вот хотите на моей земле работать? Хотите? Работайте. Денежки только сдайте сюда. И работайте. И вы хотите у меня работать? Работайте. А вы капиталист? Предприятие хотите на моей земле поставить? Ставьте. Гоните деньги. И, так сказать, Эти самые бывшие помещики Превратились в землевладельцев. Поэтому, когда думают, Что класс уже нет, Этого феодального класса, Он какую силу имел колоссальную? Этот класс землевладельцев, Он, так сказать, преобразовался. И, так сказать, Буржуазные партии, В том числе и все временное правительство, Ничего не сделали для того, Чтобы довести до конца Буржуазную революцию. Как во Франции. Но вы же гордитесь, Как во Франции было здорово. Великая французская. А что у нее это невеликая русская Буржуазная революция? А почему не великая? А потому что Идите на фронт И погибайте там, За проливы. Вот что сделало Временное правительство. Поэтому Временное правительство Все сделало для того, Чтобы другой класс пришел к власти. Потому что она Свой класс, Своей классовой задачи Не выполнила. И вот хотя прогресс был В экономике, Капитализм развивался, Он же развивается, 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 развивается экономически. А у власти Класс И как узнать, Когда переход Потому кто у власти. Если у власти Феодальный класс, Значит, это Феодальная страна. Если у власти Буржуазный класс, Это, значит, Буржуазная страна. Буржуазный характер У власти определяется Начало формации Как определяется. А как это Переход С одной формации в другую. Если у власти Рабочий класс, Социалистическая страна. Хотя, я думаю, Вы понимаете, что от того, что в 17-м году к власти пришёл рабочий класс в лице советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, если состояла социалистическая революция, то экономика какая была 7 декабря 17-го года? Какая? Экономика какая была? А? Какая? В 16-м году. Да, капиталистическая экономика. А 31-го декабря, когда Новый год отмечали, какая была экономика? Ну какая была, так и осталась капиталистическая. То есть одно дело, какая государственная власть, а другое дело, какая экономика. Это длинная дорога. Сколько времени заняло становление социализма в России, в СССР? Сколько? С 1917-го, когда власть только получилась, социалистическая. Власть социалистическая, а экономика капиталистическая. А вот когда уже экономика стала социалистической, да не только в городе, но и в деревне, а в деревне она когда стала социалистической? А? В конце 20-х годов. В начале 30-х. Коллективизация когда прошла. А до этого, ну что, вы разделили землю по едокам, и начался бурный рост капитализма в деревне, потому что появились снова кулаки, всем же разделили, большевики пошли навстречу крестьянам, землю разделили, отняли у помещиков. Выполнили задачу буржуазной революции. И вот, так сказать, произошел процесс, прошел процесс снова превращения, так сказать, возврата в деревню. Той же самой классовой структурой, которая раньше была. Педяки, середики и кулаки. И вот коллективизация эту задачу решала. А как можно, вот такая задача была, ликвидация кулачества как класса? Как класса, это значит, чтобы он экономически не мог делать. А как он? Если все соединились работники в графивы, у кулака нет никаких работников, он может только сам работать. А кулак, если сам работает, не кулак. Ну, правильно? Потому что кулак – это сельскохозяйственный капиталист. То есть он может сам работать, но он главную часть дохода получает от чужого, неоплаченного труда. Что такое получение чужого, неоплаченного труда? Как называется это? Знаете? Ну, выдаёте рабство. А? Присвоение чужого, неоплаченного труда. Как называется? А? Вот, учитесь, вот, эксплуатация, она знает. Она на первом ряду сидит. Правильно сидит, заслуженно сидит на первом ряду. Будут вопросы, к ней обращайтесь. Можно ко мне, можно к ней. Эксплуатация, присвоение чужого, неоплаченного труда. Вы труд своих родителей присвоили? Присваиваете? Нет? Не надо рассказывать. Не надо, не запирайтесь. Отпечайте честно. Что, вас не пеленали, не кормили, не возили в колясочки? Не присваивали труд родителей? Ну, кто вас стоил, кормил, одевал? Родители. Было присвоение? Не признаете? Было. А эксплуататором вы были, нет? Нет. Ну, так почему, как отмотаться от этого, от эксплуатации? Как объяснить, что вы не эксплуататор? Вы определение, я вам только что дал. Воспользуйтесь определением, вот вам дали. Присвоение чужого, неоплаченного труда. Не понимаете? Я вам объясню. А вы свое родное присваивали, мамин, папин труд. Это не чужой. Вот если вы мой бы труд присваивали, это была бы эксплуатация. Потому что я вам не папа и не мама. И не родственник. А вот если вы мамин труд присваиваете, то или папин. Или дедушкин, бабушкин. Это не эксплуатация. Ничего вам, как известно всегда, старшие смотрят, ничего вам ваши дети отомстят за эти труды. Так вот, значит, прошел процесс становления. Он завершился в середине 30-х годов. В середине 30-х годов городская промышленность по плану направлялась в общественных интересах. Государственное производство велось в общественных интересах. И не только в городах. В деревнях были совхозы. Это советские хозяйства, то есть государственные. И в деревнях были машино-тракторные станции, в которых была сосредоточена вся сельскохозяйственная техника. И трактора, и сейлки, и веялки, и малозилки. И поэтому задача государства подчинить производство сельскохозяйственное решалось очень просто. Вы приходите ко мне, а я директор машино-тракторной станции. Говорите, Михаил Васильевич, нужно трактор и две веялки. А вы что собираетесь веять? А вот это и вот это. А вы посадите гречи в этом году? Нет, мы не планируем. Ну, и мы не планируем давать вам технику. А вы гречи посадите? Вот мы вам и дадим. Вот и все. А причем это на каком языке? На языке, привычном для... Я собственник, вы собственник. Вы не хотите гречи. А гречи сложная культура, потому что гречи не опыляется без пчел. Нужно еще пчел разводить. Вы пчел будете разводить? Дадим технику. Не будете разводить? Не дадим. Вот она тогда все возьмет и централизует. Поэтому и совхозы, и машино-тракторные станции, и все необходимое для того, чтобы и закупочные цены были в государстве. Больше никому не продашь. И все это позволяло направить производство, ясно, в общих интересах. Получилось, что кооперативная собственность, которая сама по себе, это просто укрупненный частный собственник, она стала формой общественной собственности. Не так, что вот одна общественная собственность в деревне, другая общественная собственность в городе. Общественная собственность не вещи. Общественная собственность – это общественные отношения. Общественные отношения сложились так, что там с помощью государства, а здесь тоже с помощью государства, но в кооперативно-колхозной форме производство подчинялось общественным интересам. А когда производство подчиняется общественным интересам, значит, собственность какая? Общественная. Если собственность общественная, то какой строй? Коммунизм. Поэтому у нас коммунизм с какого времени в России и в СССР? С середины 30-х годов. И вот иногда бывает так, что люди придут и не знают, куда они пришли. Если вы поднимете литературу вот этого времени, а дальше что надо делать? Вот если вы уже построили коммунизм, ну первую фазу, что делать надо? Надо по идее, надо бы её развивать. Неполный коммунизм в полный, неразвитый в развитый, незрелый в зрелый, правильно? Вот вы же знаете, что если вы сейчас молодые люди, так надо стать зрелыми людьми. Если вы сейчас в становлении, музеологи, так должны быть не в становлении, а просто музеологами в приписке, там, в становлении, там, что это такое? А ещё скажут, в прихождении музеологи, это ещё хуже. Так что... А в литературе, думаю, и что дальше? А дальше социалистическое строительство. Вот я смотрел, пишут, социалистическое строительство, то время, в которое я не жил. Социалистическое строительство. Так уже было социалистическое строительство, сколько же можно строить? Вы себе представляете, вот стройку, когда заканчивают дом, там и грязь, и сколки стекла, и кирпичи битые кругом. И пахнет ещё в помещениях необжитое всё. Чем только не пахнет, и маслом, которое использовалось, и какими-то маслом от машин, и краской, и так далее. Так вам нужно теперь не строить, а вам нужно ухаживать за тем, что построено. Его нужно привести в порядок, вот там утеплить, улучшить, улучшать и так далее. Развивать. Развивать. Уже и построено здание. Опять социалистическое строительство. Так у вас всё время стройка будет, на стройке-то всё время плохо. На стройке жить-то невозможно. Ну когда-то закончите в эту стройку, и дайте пожить-то нормально. Так жить уже можно. И надо обживать. Поэтому, как факт можно констатировать, несмотря на то, что, по идее, не секрет вообще такое понимание соотношения социализма и коммунизма, оно не распространено было. Хотя у нас и ВПШ были, и у нас были всякие институты, и преподавали и политэкономию, и философию, и научный коммунизм. Они были разделены. А смысл, так сказать, марксизма в чём, что это из одного куска стали. Это всё моменты одного. Потому что вы без политэкономии никакого научного коммунизма нет. Ну если он экономически необоснован, это ерунда. Поэтому и болтовня всякая была. Вроде 20 критерий развитого социализма. Ну чепуха. Или общенародное государство, от которого со смеху умерли все. Энгельс писал, что соединение слов государство и народ – это жареный лёд. Пока оно государство, остаётся государством оно ненародное. А когда оно народное, оно уже что? Не государство. Потому что это коммунистическое общественное самоуправление. Всё, нет, это понятие классовое. И тем не менее у нас всё это присутствует. Вы поднимите пласт литературы, там всё это есть, всё это будет сохраняться, как бы, в том числе и в музеях. Что-то записали, что-то... Ну, в библиотеках будет сохраняться, безусловно. И понимание этого дела. А, значит, если мы возьмём с вами вопрос о общественной собственности, то нельзя сказать, что у нас две общественных собственности. Одна, дескать, кооперативно-колхозная, а другая государственная. Одна – общественная собственность. Собственность – всё общество. В этом смысл-то, что коммунец – значит, общий, всё общее. Только формы подчинения производства общим интересам разные. В деревне одна форма, а в городах – другая форма, и всё. А собственность – одна. Две формы. Собственность – одна государственная форма, а другая – кооперативно-колхозная. Две формы подчинения производства единым общественным интересам. Вот как надо это понимать. Они две собственности. Если вы откроете литературу того времени или новую литературу нашего времени о том времени, сплошь и рядом, в большинстве книжек вы найдёте утвердение другое. Государственная, общенародная и кооперативно-колхозная собственность. Ну, если она государственная, какая же она общенародная? Государство – не народ. Государство – это орган класса. Что значит общенародная? А если общенародная, значит, это общенародная, а кооперативно-колхозная – не общенародная. Это какая-то необщественная собственность. И что такое общенародная? Народ – это общество, которое берётся без общественных отношений россыпью. Вот понятие общества. У вас какое понятие общества? Общество что называется, не знаете? Не спрашивайте. Чего вы спрашиваете? Говорят, хотите узнать, у нас что такое общество, от которой мы знаем. Мы не знаем, что такое общество. А вы тоже не знаете, что такое общество? Совокупность людей? А чем они связаны? Молодец. Учитесь. Совокупность людей, связанных общественными отношениями. Или проще. Люди с общественными отношениями между ними. Правда? А если вы общественные отношения от них абстрагируются. Берёте, люди – это не общество, это толпа. Толпа. Население, если это жители тогда. Но это не общество. Общество обязательно включает в себя отношения между людьми. А дальше уже и классифицируем производственные отношения, политические и другие. Семейные отношения. Много всяких разных отношений. И вот тогда мы это видим. И вот поэтому уже были некоторые предпосылки к тому, что некто такого ясного понимания, что вы должны делать, когда социализм построили. И до того это глубоко, так сказать, не продвинулось, что люди не понимали, что живут при коммунизме. Они поняли это сейчас. Армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио отвечает, при коммунизме уже жили. Поживите теперь при капитализме. То есть это был коммунизм в первой фазе. Так вместо того, чтобы развивать неразвитый, объявили в брежневский период, что это развитой. Ну если развитой, уже развитой. Вот если вы развитае, что ещё надо делать? Ничего. Правильно? Вот если вы развиваетесь, так ещё развиваетесь. Правильно? И бесконечное развитие – это и постоянный рост, это вот естественное состояние человечества, и человека личного. А если вы уже развитае, всё, закончили. Ну тогда остаётся умереть только. А он и умер тогда, социализм, когда стал развитой. С чем умер социализм в СССР? С рассуждениями о развитом социализме. Вот если он развитой, ничего не стали делать. Всё же развиты уже. Чего вы пришли? Вот вы придёте ко мне, а я большой начальник. Вы придёте с какой-нибудь проблемой. Говорят, ну девушка, ну что вы говорите? У нас же развитой социализм. Ну что вы там рассказываете? Всё уже хорошо. По крайней мере, мне хорошо. А вы приходите и меня отвлекаете от созерцания того, как мне хорошо. И вот это, так сказать, самая настоящая ревизия там марксизма, когда неполный, незрелый и неразвитый коммунизм стали считать развитым социализмом. Социализм, если он неразвитый, так развить будет полный коммунизм. А если он неполный, неразвитый, значит социализм. Правильно? Вот их соотношение. Человек, если либо он просто человек, либо молодой человек. Молодой человек – это не вполне развитый. Вот и всё. Он разобьётся, и будет просто человек. и не надо будет ли прибавлять к этому. Спрашивается, а как же вот идет это развитие? Мы же говорим с вами о развитии, в данном случае развитии вот нашей страны, нашего общества, в котором мы живем. Это развитие подчиняется законам развития, то есть оно идет в постоянной борьбе противоположностей. Скажите, пожалуйста, до 50-х годов было в обществе понимание того, что и развитие и совершается в порядке борьбы. Было. Мы говорили о том, что идет классовая борьба. Но какая вот классовая борьба после того, когда нет антагонистических классов? Вот скажите, пожалуйста, рассказываю. Вот если я социалистический работник, мне что выгодно? Мне выгодно увеличивать общий пирог, да? Участвовать в общем строительстве, в общем производстве, увеличивать общий пирог. А потому что часть пирога будет прям под потребности, и по труду будут больше платить. Мне это выгодно. А еще мне выгодно, чтобы доля моя в этом пироге была побольше. И не важно, какой там какой-то пирог, важно, чтобы моя доля быстрее росла, чем растет пирог, чем падает даже пирог. И я выиграю. То есть у каждого работника социалистического общества, у каждого члена общества есть не только интерес, связанный с развитием социализма в полном коммунистике, но и интерес, связанный с разрушением этого самого коммунизма. Но при социализме и при том государстве, которое было у нас до 50-х годов, была твердая линия на приоритет интересов общества. Или песни пели такие, комсомольцы. Прежде думай о Родине, а потом о себе. Если о Родине думаю, это же не значит, что я не думаю о себе. Если Родина наша будет богатой, процветающей, вы будете процветающей, я буду процветающей, и вы будете процветающей, и вы. А если о себе подумаю, я буду процветающей. А что касается вас, то какое это имеет значение? Я даже не хочу интересоваться этим делом. Вот у нас сейчас общество, в котором какой приоритет, каких интересов? Личных. и на конверте пишут, вы почту научили уже. Ну, как вы понимаете, как распределяют почту? Ну, пришло. Сначала письма идут в город. Из города она в какое-нибудь в соответствии с улицей. А потом уже попадёт в квартиру. А сейчас как пишут? Иванову. Дом такой, улица такая, город такой, страна Россия. И как читают наши эти почтовые работники эти письма при разносе этих писем читают снизу вверх. Ну, я понимаю, на фарси, когда написано, она читается справа налево. У меня есть одна книжка, переведённая на фарси «Философия истории». Я её получил, думаю, что такое? Ничего не понятно. Ну, потом увидел два слова по-русски. Читать надо вот так. И последнее, вот то, что последнее, это обложка. А вот то, что первое, это хвост. А тут, значит, вот так надо читать. Вот представьте, я принципиальный человек. Похож на принципиального человека? Вот я принципиальный, иду в министерство. Если я принципиальный человек, я должен строго следовать принципам. Согласитесь? Согласились? А вы согласны с этим? А принцип раз какой? Приоритет личных интересов. Что я должен сделать за время, пока я буду министром? Вот объясните мне. Я и сам могу вам объяснить. Как можно больше набрать денег. Так? Нет, это не значит, что я ничего не буду делать по министерству. Чего-то я буду делать, иначе меня сразу выгонят. Но главное, это что я должен сделать? И вы посмотрите на доходы наших, дорогих министров. Когда вам показывают декларации, это лёгкий обман народа. В чём обман? Богатство вот этих капиталистического мира и капиталистов в чём состоит? Главное. Сколько у него это квартир? Сколько у него машин? Сколько у него земельных участков? Или в чём главный богатство? Акции. А? Акции. Да ладно, акции, акции. Самое главное богатство – это фабрики и заводы. Вот я собственник трёх заводов. А декларацию у меня будет это отражено? Вы декларацию видели, там, сколько заводов не вписывается в декларацию? Декларация для дураков пишется, который не замечает этого. А если я буду на госслужбе, я не имею права иметь в собственности завода. А что делать? А я ему передам в доверительное управление. Вот напишем договор. А у нас с ним договор такой, он будет получать фиксированные деньги в течение всего срока, пока я. Большие. Ну, 150 миллионов в месяц хватит вам, Александр? Нормально, да? Вот 150 миллионов в месяц. Вот. А как только будет меньше, чем 300 миллионов в месяц, у меня доход, прибыль. Половину я вам отдаю. Очень щедро. Я вас прогоняю, и вот она будет. Она моложе и симпатичнее, и вот она будет. 150 миллионов – нормально, да? Могу 200 сделать. Вы еще думаете. Ну, 300, давайте на 300 садим. Ну, тогда вы 500 делаете, чтобы у меня там, когда я через 10 лет приду после госслужбы, у меня уже будет в полтора или два раза больше объем капитала, который за время моего мини-министерства сложился. А об этом ничего не говорят. Но вот иногда бывают такие провалы, проколы. Вот есть такой гражданин Пугачев. Знаете, наверное. Пугачев, он был член Совета Федерации. Ну, как бы на государственной службе. Они же там освобожденные, и деньги получают такие, что никому не говорят, какие. Я про Думу знаю, что они получают в Думе 400 тысяч. И есть отдельный закон, который называется «Закон о пенсиях госслужащим. 75% от дохода по занимаемой должности». Если у него 400 тысяч доход, как у Думца, они не все ведь ходят в Думу. Видели там, наверное, голосуют за них. Вот я пойду погуляю, и он моим ключиком там проголосует. Он же знает, за что надо голосовать. Есть решение фракции. В чем проблема? Зачем я там сидеть? И мне там дела есть. Ваша мама или бабушка будет получать 14 тысяч. А если я закончил свое, так сказать, существование как министра или как госслужащего Думца, от 400 тысяч 75% по закону о пенсиях госслужащих. 75% от 400 тысяч сколько? Так вот и считайте медленно. Как вы будете капиталистами, я не знаю. Не будете вы капиталистами. Ну 75% от 400 тысяч – это две трети. Ой, три четверти. Подождите, подождите, 75%. Три четверти, три четверти. Ну четверть от 400 тысяч – это 100? А три четверти? 300. Ну 300 тысяч будут получать, а на пенсии. Хорошая пенсия? Хорошая. Ну и все. И что вы от них хотите? Вот. Так вот этот товарищ Пугачев, который был член Советского Федерации, какую он там сумму получал, это не важно, это меньше, чем он как капиталист имел. Он имел два завода крупных. Мелочи я не считаю. Просто не знаю, какая у него мелочь. А именно, Балтийский завод вам известен? Здесь, на косе. Так. Вот. И Северный верфь. Балтийский завод строит военные корабли и атомные ледоколы. А Северный верфь строит только военные корабли, сейчас фрегаты. Ну у него два заводика таких. Ну, видимо, у него какие-то были накопления, он, наверное, подрабатывал на стройке, может, еще где-то под металл, и у него набралось на два завода. Будем считать, что он как-то вот получил. Можно честным путем получить деньги на два завода? Ну он как-то получил. Вот вы не можете, а он такой вот, такой честный, такой честный, что получил. Деньги на два завода. И для того, чтобы обслуживать эти заводы, создал Межпромбанк. Ну, в общем, у него это стали все отнимать, поскольку это жульническим путем было сделано. Стали отнимать, а вот Балтийский завод у него же в собственности, и придумали так, что там забастовал Балтийский завод, приехал Владимир Владимирович Путин, и они придумали оставить на Балтийском заводе все долги, а он еще сделал так, как Пугачев, что он всем был должен. То есть он брал деньги у разных банков, ну, Балтийскому заводу почему не дать? Солидный такой завод. И не отдает. Ну, и Путин решил, а что мы будем отдавать то, что набрал Пугачев? Они придумали так, что мы сделаем ООО «Балтинвест». Туда переведем рабочих, в это ООО, в общество с ограниченной ответственностью, и туда пишем все станки, все оборудования. И будем в простой речи называть это Балтийский завод. А Балтийского завода нету. Он, так сказать, находится в долгах, их которые он никогда не отдаст. Ну, вот таким образом забрали у него Балтийский завод, забрали у него Северную верфь, потом забрали у него Межпромбанк, а он, значит, поскольку начал распродавать свои активы, он однажды заплатил 13% с дохода. И тогда тут вот обычно у тех, кто имеет заводы, это не видно этих заводов, а тут ему пришлось распродавать 2 миллиарда. Он с 2 миллиардов заплатил подоходный налог. Вы не платили с 2 миллиардов никогда подоходный налог? Это так же легко. 13% считаешь, что там 260 миллионов, и все. Какие-то деньги. Это разве деньги? Вон во Франции там 50% подоходный налог. 50. Надо было 200-100 отдать. Он отдал за ерунду. И дальше он бросился в бега, теперь его разыскивает полиция и следственный комитет у этого самого Пугачева. А он там. Спрашивается, а как это так вот произошло? Был социализм, Советский Союз, и вдруг вот капитализм, и, так сказать, воры, преступники. Ну, все знают, что Чубайс – это вор. Жулик, обманщик. То есть, который, так сказать, придумал эту операцию, вам всем выдать бумажки. Еще эти бумажки будете, деньги за них платить при получении. А потом не платить полтора года зарплату. И хотите, не хотите, вы будете думать, как кому сбыть эти бумажки. А тут как раз приходят люди такие хорошие, в хорошей одежде вроде меня, и говорят, слушай, ну зачем вам это в бумажке? У вас там дети плачут из голодной смерти, давайте вам прямо живые деньги отдам, давайте нам ваучер, вот вам живые деньги. И поскупали эти ваучеры. И у одних, как у Пугачева, оказались фабрики и заводы, а у других, ну что, вот у вас бутылки есть с водой, видно очень, у вас благосостояние высокое, все хорошо. По крайней мере, вы не жулики, и не преступники, и за вами Следственный комитет не гоняется, уже хорошо. Вот такая ситуация. Как это произошло? Как могло это произойти? Для людей, которые изучали развитие, удивительно, что в рамках развития идёт и противоположная тенденция. Удивительно. То есть было время, когда люди понимали, что всё время есть противоположная тенденция, и с ней нужно бороться, и что социализм есть классовая борьба. Или Ленин так говорил, что диктатура пролетариата. В книге известной «Детская болезнь для визны в коммунизме» есть упорная борьба, кровавая и бескровная. Насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против силы традиций старого общества. Вот я, например, веду борьбу против неправильных пониманий, неверного употребления определений, заблуждений. Но как без борьбы с заблуждениями как можно отстоять истину? То есть вот это общество, в которое было построено понимание, что только через борьбу через преодоление негативной тенденции, какой? В том числе такой, дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. Если с этой тенденцией боролись, а эта тенденция какая, это для чего характерно? Для кого? Для мелкобуржуазии. Мелкобуржуазии вроде не было, а мелкобуржуазность была. Не то важно, тоже рабочий, который хочет дать поменьше и похуже, а получить побольше и получше. Министр, который поработать хочет поменьше и похуже, а получить побольше. Тут вот уральские пельмени юмористически показывают к встрече Уликаева с его женой в тюрьме. Она приходит, думает, сейчас вот его приведут в охрану, а он на этой колесе, на котором катаются все по городу, подъезжает, спрыгивает с него. Ой, говорит, Лешенька, как ты через эти ограды? Какие, говорит, ограды? На что ты говоришь? Ладно. Лешенька, у нас дома-то ничего нет. Нет. И муки нету. Я тебе пирожки испекла из черной икры. Дает ему пирожки. Он говорит, как с деньгами. Ой, Леша, деньги впритык, впритык. Открываю гараж, так и высыпаются доллары. Все впритык. Это министр. Министр. Чем занимался? Он принципиальный человек. Вот согласитесь, все принципиальный. Мы же разобрали вопрос о принципе. Все принципиальный человек. То есть до тех пор, пока принцип приоритета общественных интересов был решающим, до тех пор, пока шла борьба за принцип, за приоритет общественных интересов, вот если борьба идет в собственность общественная, а интересы общественные носят класс, свой характер, если интересы рабочего класса, значит, это диктатура пролетариата. Пока сохраняется диктатура пролетариата, а диктатура пролетариата и есть упорная борьба, Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая администраторская против силы традиций старого общества. И вдруг пошли настроения, борьба прекратилась. Во-первых, социализм победил полностью и окончательно. Кто это такой сказал? Это сказал Никита Хрущев. Неслыханно, невиданно это в марксизме, что вот я сейчас вам объявил, что если мы до какой-то стадии дошли, то нет возможности двинуться назад. Ну разве буржуазная революция не изменялась контрреволюцией в той же Франции? Вот Наполеон, он же был один из, так сказать, участников и лидеров буржуазной революции, потом стал монархом. Было такое? Ну что же нам такое новое рассказать? Это обычное дело. Раз. Во-вторых, что у нас государство, оно, да, социализм у нас построен полностью и окончательно. Социализм не может быть построен полностью, потому что полностью, потому что это коммунизм неполный, поэтому полнота социализма – это полнота коммунизма. Что значит окончательный? То есть мы ничего не будем делать, он не рухнет? Рухнет. Вот, скажем, возьмите этот самый док, который недавно утонул у нас. Огромный док, в котором стоял и наш единственный авианесущий крейсер, адмирал Кузнецов. Значит, для того, чтобы он был на плаву, он, оказывается, там всё время должно было подчеркнено электричество. То есть кто-то купил ей такой док, который вдруг, если замкнёт электричество, он утонет. Молодцы. А вы не додумались, что надо, если замкнёт электричество, иметь вторую систему электронного снабжения, которая сразу включается, и третью? А может и четвёртую, потому что уникальный. Мы не можем такой док построить. И нет его, нет, нету док у нас, которым ремонтировать единственный авианесущий. Говорит, а что случилось с ним? Утонул. Утонул кто? Сколько миллиардов это стоит? Не знаю. Ну, это мелочи у нас в масштабах России. Подумаешь, док утонул. Так вот, Хрущёв проводил, рассказывал, и с удовольствием это верил. Я сейчас скажу, перестаньте бороться, всё будет и так хорошо. Вам не покупайте больше бутылки, а вам будут приносить. Приходят люди прямо на лекции, вам будут приносить. И вам будут приносить скоро. Не надо это делать. Ничего не надо делать. Всё само собой будет делаться. И вот с таким настроением выступило руководство КПСС. Что это означает? И это означает предательство. Не только социализм, а и марксизм, и отступничество, и предательство, и ревизия. И если во главе вдруг верхушка предаёт, которая, по идее, должна быть мозгом кланса, сила кланса, спиной хребета рабочего класса, если она умирает в этом плане, и становится прямо противоположной этому классу, она говорит, всё, диктатура Петриата не нужна. Сказал Хрущёв на 22-м съезде. Это что означает? Вот это надо разбираться. Диктатура Петриата – это ведь не наличное бытие, это не форма власти. Форма власти у нас была какая? Советская, да? Помните, Советы, рабочих, крестьянских, солдатских, депутатов. А диктатура Петриата – это сущность её. А сущность что такое? Вот я уже это дважды повторял, ещё раз повторю. Это упорная борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил. Старого общества. Если мы говорим, что она прекратила, не нужна борьба, а другая сторона противоположности. Через борьбу совершается движение вперёд, через противодействие, через борьбу с реакционной тенденцией, с регрессивной. Она же есть, она же при социализме не исчезла, она не исчезнет и при полном коммунизме. Борьба нового со старым, она же продолжается. И вот, раз эта диктатура противоположности была подвергнута отрицанию, когда и где? На 22-м съезде, в 1961 году, в закладе первого секретаря Хрущёва. И как уважаемые наши члены этого самого делегата и съезда, что они сделали? Они проголосовали единогласно за программу, из которой удаляется диктатура пролетариата, главная в марксизме. Удаляется цель производства. Ну вот вы бы тоже не заметили, потому что я сейчас спрошу, какая цель производства при социализме, никто не скажет. Нужно проверить, цель производства при социализме какая-то. Ну, чтобы общее умное состояние было выше. Ну, то есть производить до тех пор, пока люди не будут думать, сначала у них нет, нечего есть, потом у них появилась еда, а потом у них будут ввести условия, которыми они работают. То есть вот я понял задачу. То есть я должен заботиться, чтобы у вас были условия для развития. А будете вы деградировать в этих условиях или будете развиваться, меня это вообще не волнует. Правильно? Я правильно понял вас? То есть у вас задача только благосостояние. А благосостояние – это условия для развития. Обеспечить условия для развития. А развитие-то надо обеспечивать? Надо. А вы развитие оставили, а это взяли. — Обеспечение полного состояния всестороннего и свободного развития всех членов общества. — Полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех. Потому что не всех, вот она исключена из этого, а это не социализм. Как это так? Вы развиваетесь, я развиваюсь, он развиваетесь, а вы нет. Это что такое? Вы кто такой? Изгой? Что такое? Как так? То есть, если это социализм, то есть первая фаза коммунизма, то в интересах всех членов общества. Непременно. И у Ленина курсигом написана вот эта цель. Всех членов общества курсигом, чтобы потом вот такие дураки не забыли, не выкинули. Нет. И что написано теперь? Все более полное удовлетворение потребностей. Вот я чувствую, у вас потребность воду пить. А у меня водку пить. Вы будете бы все более полное удовлетворение потребностей, и я буду все более полное удовлетворение потребностей. И это записано в программе. Все более полное удовлетворение потребностей советских людей. Третьей программе. Крущевской. А тут курящий есть? Если вы курящий, вот курите все более полно. Нет наркоман, все более полно удовлетворения наркотиков, потребности в наркотиках. И давайте. Остается только вас подсадить на наркотики, и тогда можно их производить и получать бешеные деньги. Так? То есть, вот у меня потребность в филармонию ходить, в музей. А у вас, если потребности нет, ну и хорошо. Ну и хорошо, там свободнее будет. Потому что нету такой задачи всех членов общества. Просто есть у вас потребность, нет потребности. Вот товарищ, пришел с работы, пиво выпил, и будешь здоровым. Завтра на работу главное, приходите вовремя. А что вы тут делаете там дома? Да это никого не волнует. Зачем нам думать о нем? Пусть сам о нем думает, он уже взрослый. Вот и все. То есть, и пошла деградация. Какая деградация? Деградация, естественно, она же, это линия к деградации, она же всегда существовала. Какой бы вы ни взяли год социализма, она всегда там была. Люди, которые диалектику изучают и знают, что такое развитие, а вы вот знаете, из нас тут мало теперь с вами осталось уже в нашем обществе, мало, которые знают, что когда все хорошо и в хорошем есть противоположные тенденции. И доказать это очень просто. Я уже на своем примере показывал, я вам рассказываю, а в это время я умираю. Уже вторые по полтора часа я умираю при вас, публично. А вы не содрогаетесь. А вы хоть бы пожалели по мне. Ну, правда, я бы тоже вас пожалел. А вы не хотите, чтобы я вас встречно жалел с этим обстоятельством. То есть такие есть вещи, которые, если их общество не поняло, оно не готово к полному коммунизму. Оно не может дальше шагнуть, потому что оно вот построило, и всё. Так что всё, что вы построили, разрушается. Ну, построить дом-то разрушается. Вон, возьмите, библиотека Академии наук. На ней написано. Библиотека Академии наук России. Там ещё буквы видны СССР. Единственное, больше нету такой. Дескать, там вот, осторожно, отойдите, от неё могут быть осколки фасадов. А может быть, наоборот, подойти надо и починить эту библиотеку Академии наук. Чем занимается государство? Чем тогда занимается государство и правительство, если у неё осколки летят в библиотеке Академии наук? Вот где нужен голос музеолога. Ну, как библиотека Академии наук разрушается? И около нашего здания тоже. Могут быть обломки фасадов. Вот идёшь прямо оттуда. Вы что, дожили, дожили? А вы видели, что сделали с Военно-морским музеем? Та же наша дорогая Валентина Ивановна придумала, что раз у нас раньше эта площадь была биржевая, она же комсомолка, она решила, что надо всё на капиталистический лад переназвать. К комсомольцам всё равно, куда идти. КПСС предала народ, и мы предадим. Поэтому раз биржевая, давайте биржу сюда перенесём. А чтобы сюда биржу перенести, она же сказала выкинуть отсюда Военно-морской музей. Красиво было здесь Военно-морской музей. Здесь вот, с вами, ростры корабли. Это стрелка Васильевского острова. Здесь иностранцы ходили. Это самый центр города. И народ валом сюда валил с детьми, и все смотрели в Военно-морской музей. Красота. Куда? Матросский клуб есть на площади труда. Там Крюков канал, такое здание невзрачное, красное. Затолкаем туда эти. Если кто доберётся когда-нибудь, с какими-нибудь детьми, ну и чёрт с ними, пусть ходят. Важно туда перевезти. При перевозке этих туда экспонатов, это всё по вашей семье я докладываю, при перевозке экспонатов было украден миллиард рублей. Ну это же сложно же перевозить. Сложно же, правда? Сложно. Ну вот, этого посадили, который перевозил. А что с этим зданием? А с этим зданием оно стояло год, стоит второй. И с него всё. Ну, представьте, что его пустое здание, оно же разрушается. Мы-то с вами знаем, как развитие идёт. Если не идёт вперёд, оно идёт назад. Если вот это здание не отапливать, начнут там, где какая-нибудь влажность, будет ледок. А где будет ледок, там будут осколки, штукатурки там, а потом пойдёт кирпичи. Вы не видели там вот фасад как раз, когда смотришь вот со стрелки на тот самый, там он закрыт зелёненьким. А сейчас что означает? Не будем ремонтировать. А просто мы знаем, что здесь разрушается. Ну и путь разрушается. И завесили сеточкой. Вот это новый приём. Это здорово. Тут бы в мрачные годы, это же виталиют, мы прибежали бы, начали бы заделывать, исправлять. Ну а зачем? Повесить зелёную сетку, и путь пропадает. И пропадает. И начали думать, куда это приспособить? Во-первых, А Валентина Ивановна стала настаивать, чтобы биржу сюда перевели. А биржевики говорят, а они же всё-таки теперь сила, а зачем нам сюда переводить? У нас там прекрасное здание на 20-й линии. Около дококировали. На чёрта нам сюда. У нас всё подключено, вся система связи, у нас всё работает. Мы что, сумасшедшие? Переезд – это пожар. И они сказали, ни за что мы сюда не переедем. Тогда нам ещё придумали, чего вы сюда сунуть? И придумали, давайте сюда геральнический отдел Эрмитаж засудим. Может быть, вы там будете работать. Геральтику туда. Ну, какие значки. Вот у нас есть люди на историческом факультете, которые занимаются. Замдекан этим занимался. Давайте, значит, будем. Значки, флаги. Это важно, хорошее же дело. Но как-то так, никто там не ревансирует. Вы видите, так вот пустое стоит. Никто туда не ходит. Потому что, на самом деле, никого это не надо. У Эрмитажа зданий, там вот здесь здания этого генерального штаба Ленинградского военного округа, всё тоже им отдали. Всё там у них. Помещение тьма. Не в этом проблема. А вот ещё. Это что такое? Это есть вот так сказать, ярко выраженные, отрицательные тенденции, которые запущены. И что получилось? Что получилось после принятия вот такой программы? Казалось бы, подумаешь, бумажку написали. Во-первых, это программа партии, это не бумажка. Это документ, которому должны подчиняться кто? Все члены партии. Вот вы вступаете, обязаны выполнять. Раз. Поэтому это не простая бумажка. Во-вторых, это такой документ, который принадлежит правящей партии. То есть она правит государство. И кто будет против нашей программы? Вы дубинку видели, нет? Дубинку видели? Внутренние войска у нас есть. У нас всё есть. И финмониторинг, и это, и это, и это. И внутренние войска хорошо оснащены. Будем с ними сражаться. Чем? Силой. Ну, государство – это сила или нет? Это что такое? Инструмент. Это как государство, это машина насилия для осуществления политики правящего класса. Так, а вы против? А вы за диктатуру обтряда продолжаете после 22-го съезда выступать? Вот вы. Такой оппозиционный элемент. Так, что нужно делать? Вы знаете, что такое социалистическая законность? В тюрьму захотели? То есть, сразу в одночасье все те члены партии, которые понимали и знали, что диктатура пролетает это главное в марксизме, что не бывает общенародных государств, потому что государство либо рабовладельческое, либо феодальное, либо оно буржуазное, либо оно пролетарское и отмирает, как пролетарское государство. А чтобы оно полностью могло отмереть, надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. И написано это не в какой-то секретной записке, а в известной работе Ленина «Великий почин», которая всем доступна, и продавалась, как это стоило, гроши в этих брошюрах «Великий почин». И там не про субботники, там про классы и про диктатуру полетриата до полного коммунизма. То есть, если люди этого не знают, для этого надо специально сделать так, чтобы люди этого не знали. Я, поскольку в этот самый период имел такое место, где информация соответствующая была, я, будучи профессором здесь, в университете, был заведующим кафедрой научной, я когда докторскую получил, меня сделали заведующим кафедрой научного коммунизма университета марксизма-ленинизма Ленинградского Горкома партии. И вот я пошел проверять по заданию Горкома, как ведут занятия в системе партийной учебы. Это уже были, это был 90-й год. Это уже с того времени, о котором мы говорим сегодня, 61-го, это почти 30 лет прошло. Вот я разговариваю с человеком. Он 20 лет был в системе партийной учебы, учился. Так, скажите, пожалуйста, какую книгу Ленина или работу, одну, хотя бы одну работу вы прочитали? Он честно говорит, никакой. Вот такая создалась система обучения, когда из нее Маркс, Энгельс и Ленина выдавили и всякие дурацкие, извините за выражение, учебники, в которых всякая чушь понаписана, не соответствующая марксизму, то есть общий уровень. Такой низкий, не просто низкий уровень, это просто противоположно тому, что написано у гениальных классиков марксизма и ленинизма. А потом пошла и вообще страшная штука, как развитой социализм. Что такое развитой социализм? Ну, как можно социализм развитой? Если он развитой, это полный коммунизм. А он не полный, уже развитой. И народ шутил так, что это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но уже за деньги купить ничего нельзя. Дефициты появились, развитой социализм. Или правильно писать так, разве пропуск, то пропуск, социализм. Мы вступили в этап, разве то социализм. или появилась новая услуга в условиях развитого социализма. Заказываешь по телефону, а получаешь по телевизору. И это вот эта всякая болтовня выдавалась за новое слово в марксистской науке. Это значит, что люди, более того, в программе еще стояло слово «руководящее роль рабочего класса». При Брежневе слово «руководящее» стали третировать. То есть вот, а я как молодой, так сказать, ученый писал про руководящую роль рабочего класса. Если я напишу «руководящую роль», ничего такого со мной не сделают. Просто это они напечатают. А что они сделают? Они вычеркнут редакторы и напишут «ведущий». Разница есть? Так. Будем считать, что я здесь старший. Я вот профессор, а вы студентка. Вы сможете меня отвезти на второй этаж к кабинету вашего директора? Вы сможете, да? У вас какая будет роль? Ведите меня туда. У вас какая будет роль? Ведущая. А у меня какая роль? Руководящая. Это две большие разницы. Тот, кто сидит за рулем, у него какая роль на машине? Руководящая. А ведущее колесо? Оно сзади. Крутятся. Поэтому, так вот, строго соблюдалось. Никаких, чтобы слово руководящего рабочего класса вообще не просочилось, нигде не было опубликовано. Некоторые говорят, ну, мы взяли, да опубликовали. А уж о классу и борьбе. Я сколько, так сказать, статью написал о классе борьбе при социализме, обошёл все журналы. И, наконец, мне удалось опубликовать статью о классе борьбе при социализме в журнале научный коммунизм. После того, как там была опубликована статья их ответственного секретаря, который там сидел в журнале, товарища Удовенко. Вот я считаю, эти вторые. Может, я раньше написал, но он раньше опубликовал. Но невозможно было опубликовать. То есть, в одночасье люди, которые понимали, что происходит, оказались в положении оппозиционеров. Когда? А что является противоположностью диктатуру Петриата? Диктатура Петриата – это сущность власти, не форма. Это не бытие, а это её сущность. Как вот, если у вас душа. Я смотрю на вас, у вас там какая-то прическа, такие-то щёки, такие-то руки, а душа у вас есть? Есть. Так вот, душа, не надо путать душу и внешний облик человека. Вот у нас власть была построена как советская власть. А сущность? А сущность – диктатура Петриата. В чём сущность? Вот Ленин и говорит в детской болезни ливизны и в коммунизме, что диктатура Петриата – это упорная борьба, борьба. Кровавая и бескровная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Если она отрицается правящей партией, то освобождается поле для прямо противоположной борьбы. борьбы кровавой и бескровной, военной и хозяйственной, насильственной и мирной, педагогической и администраторской за традиции и силы старого общества против этого нового общества. То есть происходит контрреволюция. То есть на 22-м съезде произошла контрреволюция. Контрреволюция – это переворот. Это не то, что совершается долго-долго, много лет. Много лет совершается переход от социализма к капитализму, да. Он совершался. Очень трудно расставалась Россия и Советский Союз, и были кровавые всякие драмы, раскалывали этот цель, обманывали людей прямо миллионами. Вот, скажем, один из таких обманов был совершен в 1991-м году, когда людям подсунули голосовать следующую формулу. Вы за обновленный союз Советских Социалистических Республик, как союз Суверенных Государств, в котором будут обеспечены права и свободы и так там, чуть ли не кажу, человека. Человек прочитал первое начало. Вы за обновленный Союз Советских, за сохранение обновленного Союза Советских и голосует. А там написано дальше, бюллетени, которые всем развалились. Вы за сохранение обновленного Союза Советских Социалистических Республик, как союза суверенных государств. Вам понятно, что такое суверенное государство? Мы с вами вот суверенные. Сейчас вот закончится лекция, я даже у вас не спрашиваю, куда вы пойдете, а вы не спрашиваете, куда я пойду. У нас дороги разойдутся. До следующей лекции. Мы суверенные. Что такое союз суверенных государств? Это полная ликвидация федерации. А Советский Союз был федерацией, федеративным государством. А стал конфедеративным. У нас вот есть, идите, посмотрите на СНГ. У нас в Таврическом дворце сидит ассамблея страны СНГ. Что они там делают? Деньги получают. А еще что делать? Ничего. Товарищ Кротов был там, генеральный секретарь. Мы с ним вместе работали на кафедре политэкономии ПК. Он там был на полставке. Я хорошо знал. Я там, когда был университет марксизма, там преподавал это. Там был факультет партийно-хозяйственного актива. Там мне, как говорится, все ступеньки знакомы. Все там, пустые люди занимают пустое помещение, охрана кругом, деньги тратятся огромные. Какое это? Это вот и есть. Хотите, независимые называйте, хотите, суверенные. Люди до сих пор, ну ладно, сам народ, темные люди, необученные. Есть лидеры разных всяких левых группировок, которые считают себя коммунистами, там, социалистами, марксистами. Давайте, мне тут радостно один товарищ позвонил, говорит, Михаил Васильевич, не на днях. Мы будем делать автопробег в честь летия этого самого голосования за Советский Союз. Вы, говорю, лучше бы вышли там с траурными знаменами, что ли. Хоть вы когда-то додумаетесь, хоть вы когда-то прочитаете этот бюллетень, вы все как дураки, но вы же грамотный человек, вы что звоните мне? Соображаете, что делаете? И не звоните мне с этой чепухой. До сих пор ходят, поздравляют. Ну, человек умер в Советский Союз. Вы поздравляют. Поздравляем вас с этим, с референдумом. Второй вопрос. А когда вообще ликвидировал Советский Союз? Он же раньше был ликвидирован, чем в 1991 году. Когда был ликвидирован Советский Союз? Не знаете, ваша страна? Да, вы же, как нет? Ваши родители в ней родились. Это отечество. Отечество ваше. У нас даже вот и киргизы, и туркмены, и прочие по закону являются соотечественниками. Отечественниками называются по нашим законам буржуазным нынешним те люди, которые либо родились в Советском Союзе, либо родители которых родились в Советском Союзе. У вас родители в Советском Союзе родились? А что вы отрекаетесь от родителей-то? Ну, так вот, я вас спрошу, когда был уничтожен Советский Союз? В каком? Нет. Неправда ваша. Вы же музеологи. Музей, вот я хочу вам сдать в музей Советский Союз, так сказать, с пониманием, что, когда, что было. А то есть вы неправильно прокомментируете. Ну, логично, да? Так вот, Советский Союз был уничтожен в 90-м году. В 90-м году в июне собрался Верховный Совет. Вы что будете отмечать 12 июня? Скажите, подумайте, пожалуйста, что будете отмечать? Решение принято было Верховного Совета России под руководством Ельцина, это антикоммуниста и врага России, который выступал в Конгрессе и говорил, там, у меня вот записано в WhatsApp есть запись, так, что мы, докладывал американскому империализму, так сказать, мы у них разбили коммунистического идола. Что было принято, какое решение в 90-м году? И вот это, не знаю, как назвать этот день, то день было день свободной России. Думаю, это что свободная? От Советского Союза? Убрали свободную. День России тоже. А что за день России? Что зашло России-то? А Россия своим решением сказала, что на территории России верховенство законов России. Если верховенство законов России, а не Советского Союза, то Советского Союза уже нет. Понятно? Ну, это ясное дело. Вот если на территории вашей, вот видите, вот я на этой вот группе партнеров, на этой линейке, а вы на той, если на этой вот уже мои вот законы, которые были общими, приняты, не действуют, нет никакого единого образования. то есть с июня 90-го года Советского Союза нет, потому что Россия, которая, союз нерушимый республик свободных, сплотила на веки Великая Русь. Она же и сплотила, она же и разбила. А что делать Белоруссии и Украине? Они тоже потом напринимали аналогичные решения. Ну, а бедные там узбеки, таджики и вот говорят, вот мы, так вот, это начали-то кто делать? Русские. Ну, кто русские? Русские враги социализма. Русские враги народа. Говорят, вот недавно Путин рассказывал, все мы, не в Китае, что в ельцинские времена у нас на каждом военном предприятии в самых секретных местах сидели американские специалисты, стояли, сидели за столиками, на которых стоял прямо американский флаг и управляли этим процессом. И до сих пор, скажем, тот же Центробанк, он вообще не подчиняется правительству России. Что он делает? Он делает так, чтобы умирала наша экономика. Не дает, так сказать, кредиты. В Америке ставка процента 2, а у нас 7,7. А он дает коммерческим банкам, а те добавляют еще 7. Получается 14,7. А самая большая прибыль, какая есть там в промышленности, ну, 10. То есть, если я возьму 100 миллионов, у меня будет 110. А отдать я должен 17. 17 сверх этих 100. Значит, что, я разорился, это был последний мой кредит. Поэтому, если я хочу гульнуть, взять кредит, да и не надо ничего строить, и, так сказать, улететь за границу. И улетаем. Что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому вот такой вопрос. Вопрос о том, что развитие идет, бывает. С одной стороны, революционное, когда совершаются перевороты по линии движения вперед. Перевороты, скачки и перевороты. Это и скачок, перерыв по себе на все, это и перевороты. Но по линии движения вперед, когда на место реакционного класса становится прогрессивнее. У нас в 20 веке произошла одна революция буржуазная, когда на место старого феодального класса реакционного стала прогрессивная буржуазия, более прогрессивная класса. А уже все. Но она прогрессивная, но задачи буржуазная революция не выполнила. И землю крестьянам не передала. И просто гнала людей на убой в Первую мировую войну. И поэтому они, эти люди, предпочли при своей, так сказать, усилии передать другому классу, более передовому. И рабочий класс получил власть в 1917 году. Это еще один скачок, еще один переворот. Старый буржуазный класс, реакционный, который гнал людей на убой, на войну. Не хотел давать землю, мир народам, землю крестьянам, паврики рабочим. Не хотел согласиться с 8-часовым рабочим днем. Вынужден был уступить место рабочему классу самым мирным путем. Никакой более мирной революции во всем мире вы не найдете, чем Петрограде. У нас есть кладбище жертв февральской революции? Есть. Марсово поле, вон там какой комплекс. А где кладбище жертв октябрьской революции? А нету. Жертв нету. Ну, там считают пять человек, четыре, пять. Причем кто? Вот я знаю, что на недалеко от моего дома, где я живу, в парке Лестехнической академии есть могила погибших в Великую Октябрьскую революцию. Вот одна. Вот я могу показать. Все. Ну, значит, кто-то из женского батальона или юнкер какой-нибудь стрельнул в людей, которые шли, так сказать, занимать этот самый дворец. Так что его что там? Кто там мог выступать против Петроградского гарнизона? Против Балтийского флота? Кто мог выступать? Против Северного фронта, где тоже большевики были в Совете? Никто не мог выступать, поэтому я не... Это самая мирная революция, которая была. И всех отпустили, поддержали Петропавловскую грехи несколько дней. Спросили только вот, Александр, честное слово, даешь, что не будешь выступать против советской власти? на выход. А Краснов взял и нарушил. Когда его поймали, правда, англичане уже ввели во Вторую мировую войну, передали нам и его повесили. За что? Не выполнил слова, данное Ленину. Так что вот так. Так вот получается. Так что вот прогресс и развитие, они не бывают гладкими, тем более историческое. Может быть, движение вперед – это прогресс. Может быть, движение назад – регресс. А в истории называется оно не просто регресс, а реакция. Реакция. Может быть, революция, а может быть, контрреволюция. И никаких таких глупостей, что вот у нас мы социалист построили, и это полностью и окончательно. Таких глупостей не надо говорить. Все, что вы построили, все, находятся в процессе становления. И всегда есть отрицательная тенденция. И даже те, кто про это рассказывает, и те подвержены этой самой отрицательной тенденции, которой я честно вам сказал, что я пока вам говорю, уже вот исполнилось три часа, как я умираю, я заканчиваю. А вдруг я умру прямо у вас на глазах. Вот я не хочу. Поэтому я заканчиваю. Посмотрим, что будет через неделю. Если все будет хорошо, никто не утонет, ни на кого ничего не упадет, никакие элементы посады ни на кого не упадут, мы здесь встретимся с вами, как огурчики, и будем продолжать наше обучение. Успехов вам в музео-фологии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok